Чао, сеньоры и сеньори. Да, на итальянском чао это еще и здравствуйте. Я был удивлен. Мне было интересно переиздание первой мафии, потому что я играл во вторую, в третью, но не играл в первую. На что мне скажут, ну поздравляю, ты не играл в лучшую, в главную мафию. Возможно вы правы. Вообще у каждого, кто смотрит это видео, наверняка есть какой-нибудь фильм или игра, в которую вот прям ну вот надо поиграть или посмотреть, но они этого не сделали и им за это стыдно. Напишите про это, за что вам стыдно, что вы не играли или не смотрели. У меня таких проектов много и мафия первая в их числе. В то время у меня не было компьютера, лишь только PlayStation 2. Когда появился нормальный компьютер, я к тому времени уже прошел вторую мафию на PlayStation 3. Это была фантастическая игра, которую я, насколько знаю, Алды не очень хорошо приняли. Но я, невероятно впечатлившись от второй мафии, от истории Вита Скалетта и его товарища Джо Барбары, я очень хотел следующую часть, но мне сложно было идти за продолжением этих моих впечатлений в 2002 год. Осуждаете, ругаете, но морально сложно было воспринимать такую игру. Именно поэтому я решительно осуждаю тех, кто жалуется, что ой, вот сейчас эпоха ремейков, ремастеров, нет новых франшиз, лишь номерные части, ой, так много ремейков. Да, потому что сменились поколения игроков, геймеров стало больше, и не все успели насладиться сильными проектами прошлых эпох. И эти люди, и я в том числе, с удовольствием примут классику просто с небольшим косметическим ремонтом, потому что сценарные игры не так устаревают. Устаревает график и геймплей, это да, но не сценарий. По крайней мере, в Мафии 1 точно. Вообще, мне кажется, что я имею преимущество над теми, кто играл в оригинал. Объясню, я смотрел их обзоры, и они все проверяют игру сквозь призму, а как оно соответствует оригиналу. И именно это напрочь мешает им быть объективным. Они жалуются на музыку, на вырезанные сцены, и я не спорю, это действительно правда. И именно это и мешает им насладиться проектом. Я же его воспринимаю как что-то обособленное и самостоятельное. Вы знаете, время порой меняет восприятие, сглаживает углы, и сегодня вторая мафия, которую изначально приняли не очень хорошо, культовая, любимая всеми, ну практически. Я сказал, что порой, потому что даже время иногда бессильно. Третья часть. Сколько бы времени не прошло, она ужасна. Это была совершенно не та игра, которую мы ждали после Мафии 2. Главный герой был до такой степени плох и антихаризматичен, что мы даже помним его имя. Линкольн Клей. Черт подери, этот смышленый парень, который устраивает месиво во всем городе, убивает всех, кому не лень, и при этом носит собственное имя на куртке. Гениальный чувак. Сколько бы времени не прошло, эта игра всегда будет плохая. С огромным количеством багов, с сюжетными дырами, с дегенеративными, однотипными миссиями, но, я бы знаете, какой-то шарм все-таки в ней был. На самом деле, ее просто больше хочется ругать, потому что мы действительно ожидали большего совершенно другого, но в целом, если постараться абстрагироваться, некоторые персонажи были интересны. Физика машин была, ну, терпимая. Ну ладно, чуть лучше, чем терпимая. Был, знаете ли, какой-то вайб, атмосфера, было много отсылок на классические гангстерские фильмы, в том числе на фильм Ридли Скотта «Гангстер», например, сцена, где Линкольн был в теплице. Неплохой саундтрек, было пару интересных реплик в диалогах, были некоторые сильные персонажи все-таки. Но это все с натяжкой, баги, дыры, какая же она поломанная вышла. Просто непонятно, как можно выпускать настолько поломанную игру. Это как вставить в ролик... Это как вставить в рол... Это как вставить в ролик и не вырезать вот эти ошибки, которые сейчас произошли. И потом ютуберам пишут «Как так? Ты оговорился два раза в ролике 30 минут там, как ты мог?» Неужели вы не перепроверяете собственные игры? При том, что вышла куча патчей и все равно оставалось. И тем не менее, я в нее наиграл вот столько часов. Она ужасная игра, но что-то в ней было. Прежде чем начнем про первую, немножечко еще про вторую. Почему она мне понравилась? Она у меня ассоциировалась с тем жанром фильмов, который я обожаю. Любой классический фильм про мафию, вот какой ни назовете, я все это знаю. Более того, я даже читал книги про мафию, Коза Ностра, История сицилийской мафии, Илеомерта Марио Пьюза. Все это меня привлекало. Вот эта эстетика итальянская, та эпоха. Нет, ни в коем случае я не хотел бы вернуть ту эпоху. Она достаточно плоха для того, чтобы хотеть ее возвращать. Но романтика какая-то присутствует. По крайней мере, из-за Голливуда, из-за художественной литературы, которая сгладила углы, пририсовала кое-что. Вот так и получилось. И насколько же вторая мафия качественно передавала, пускай и клишировано, но всю эту атмосферу, которая включала в себя шикарное аудиосопровождение. Декорации, геймдизайн, автомобили. Какое же им уделили внимание? Диалоги, серьезные реплики. И было невозможно, чтобы она мне не понравилась. Особенно концовка, которая до такой степени сильная, но неприятная. И пройдя ее, я ждал продолжения. И не этого. Не этого продолжения я хотел. Я очень ждал ремейк первой части. Я его прошел. И хочу поделиться впечатлениями. Но сперва поделюсь полезной рекомендацией. Сегодня эпоха сервисов, подписок, 400 рублей в месяц посмотреть фильмы, 200 рублей в месяц послушать музыку, и все это превращается в неприятную сумму. Но есть реально шикарный способ сэкономить. Все это Яндекс Плюс. За 200 рублей ты получаешь два сервиса. Яндекс Музыка, это музыка подкасты в высоком качестве, даже офлайн без рекламы. Крутые рекомендации, которые обучаются на твоих предпочтениях. Все очень просто. Нравится музыка лайк, не нравится дизлайк, и на основании этого он тебе будет подбирать музыку. Но это только половина. В комплекте еще идет Кинопоиск HD. Кинопоиск HD это 7000 фильмов и сериалов. Мировые и российские премьеры, и все в высоком качестве без рекламы. И подписка на Кинопоиск HD входит в эту сумму в 200 рублей. Это реально космическое предложение. Я им сам пользовался, очень удобно, можно скачивать сериалы и смотреть их офлайн. По промокоду JOLIGOLF ты получаешь 90 дней бесплатной подписки. Первое и главное впечатление, О господи, это игра 20-го года, и в ней так мало инклюзивность и разнообразие. Ну вы понимаете? Сравните с той же третьей. В игре вообще нет кого-либо, кроме белых. И китайцев, которым, кстати, такое отношение, которые сегодня боятся показывать китайцам продукты массовой культуры, потому что бабла не получат. В принципе, вся игра пронизана тем, что сегодня активно осуждают, за что банят, и за что точно не дают Оскары. Ну, например, меня глубоко оскорбил тот момент, где Том сражается за женщину, показывая ее слабость, что она не в состоянии постоять сама за себя. Показывает некий стереотип, что сильный мужчина, слабая женщина, ждет своего принца и так далее. Гендерная стереотипизация, галочка. Затем она его перевязывает и рассказывает историю, как ее мать издевалась над отцом. Не наоборот, как она пила и устраивала домашний дебош. Опять-таки, женщины. Это неслыханная наглость. В двадцатом году в игре катастрофическое количество шуток про женщин, объективация, мачизм. Друзья, я слегка заглядываю в твиттер, в новостные сводки. Я имею представление, от чего у прогрессивной публики сегодня бомбит. Это страшная игра. Она в жизни не получит никакую награду. Просто посмотрите на контингент людей в этой игре. Просто на него посмотрите. Ну, разве это возможно в игре двадцатого года? Притом, как правильно заметил мой товарищ Игорь Линк, в ремастере первой части многое убрали, поменяли. Убрали катсцены, изменили характер героев. Но они не изменили героев. Хотя они могли легко добавить какого-нибудь особенного героя. Толерантного. Но они этого не сделали. Притом, это нормально для сегодняшней индустрии. Переснимают кино. Делают ремейки мультиков, комиксов, скуби-ду. Потом оказывается, что персонаж-то был с подвохом. Либо его вовсе перерисовывают. И потом, на что ты вообще похож? Они этого не сделали. Хотя могли уже за это им надо выразить респект. Более того, они хотели себя обезопасить. Вот этой надписи, что игра создавалась всеми видами и подвидами. Но Игорь проверил. Не так уж там все и разнообразно. В этой студии Ангар-13. Но слишком много хорошего. Это игра от Ангар-13. Игра в их лучших традициях. Кривущее, забагованное нечто. Все началось с самого начала игры. Я приезжаю на склад к пацанам. А я не могу туда заехать. Ворота просто не открываются. Я думаю, ну, а что не так? А это просто игра такая. Миллион ситуаций было, когда я подъезжаю на точку. Миссия не активируется, потому что я на миллиметр как-то неправильно поставил машину. Или я гонюсь за каким-то квестовым персонажем. И вот я его догнал, но ничего не происходит. Потому что я его обогнал. И игра поломалась. Игра необычайное количество раз ломается. Благодаря мафии я понял, насколько игры типа... Ну, вот тот же Red Dead Redemption. Игра гигантская, огромная, но там такого не было. Вот таких позорных тупников. Я уже не говорю про какие-то баги, про кривые анимации дерганные. Про то, что ты провалишься за текстуру. Про то, что все работает совершенно не по физике. Она очень кривая. Очень. Ремейком занимались Ангар 13. Это замечательные ребята. Плодами их работы мы всецело насладились в Mafia 3. Игра, которая била рекорды по своей дырявости. Даже патчем ее особо не смогли исправить. Она была очень плоха, поверьте. Особенно при релизе. Но особенно плохо в Mafia 3 было с зеркалами. Знаете, что они сделали в этой части? Они просто вырезали зеркала. Абсолютно во всей игре вы не найдете ни одного зеркала. Даже в локации, где это максимально необходимо. Ванные комнаты, спальни. Этого нет. Я специально залез в каждый толкан, который только можно было залезть в игре. И нигде нет зеркала вообще. Они понимали, что у них с ними были проблемы. И они не пытались их как-то решить. Они просто этого не делали. Знаете, у вас есть геймплей, мне очень хорошо в играх. Может, и их вырежите, а? Это абсолютный позор. Лучше бы сделали криво, но сделали, чем так. Про игру. Действие игры происходит, я не уверен, что это надо рассказывать. Вы это и так знаете. Ладно, в 30-х годах. Великая депрессия, сухой закон. И игровой мир построен качественным образом, чтобы ты смог ощутить эту эпоху. Диалоги, антураж, дизайн локаций. Газеты, радио, где говорится про Рузвельта, про состояние в городе и так далее. Ты проникаешься этой эпохой. Все же, особенно новостные газеты, когда ты одну поднимаешь, а там Судетская область Чехословакии была аннексирована. Ты такой, ого. Аутентичная музыка. Притом, насколько я знаю, в оригинале она была лучшей. Все жалуются, что она здесь очень плохая. Но мне не с чем сравнить. И если оценивать независимо, эта музыка была неплохая. Да, не фантастическая. Ее достаточно мало. Она не какая-то невероятная, но она под стать этой эпохе. Скорее всего, из оригинала они не могли перенести музыку, потому что авторские права закончились, их было сложно продлевать. Короче, 100% связано с чем-то юридическим. Главный герой Томми Анджело, который работал таксистом, но позже, из-за хорошо выполненной работы, его принимают в семью Дона Сальери. Сценарий строится вокруг главного антагониста, Дона Морелла, главного конкурента, с которым терки, конкуренция, подставы, войны и так далее. Не стану пересказывать сюжет, дабы не разрушать интригу, которая в игре, кстати, есть. Я хочу перескочить вообще на повествование. О, Господи! Оно потрясающее. Благодаря «Мафии 1» я понял, чего мне так в играх в последнее время не хватало. Что меня в играх раздражало, я наконец-то понял. Это рассеянное, размытое, разбавленное повествование. О чем это я? Вся игра — это бесшовный переход от миссии к миссии. Заканчивается одна глава, и мгновенно, сразу же, в ту же секунду, начинается следующее. Нет, ты не заканчиваешь главу, и тебе не надо побежать в другой конец города, чтобы ее активировать. Найти там какого-то персонажа, у тебя свободный открытый мир, делай там, гуляй какие-то сайт-квесты. Этого нет, это осточертело. Это просто бесшовная непрерывная история. Нет никакого открытого мира. Ну, точнее, ну, он, конечно, большой, но активности и сайт-квестов этого нет. Это потрясающе. Ты не успеваешь остыть к игре. Она держит тебя в постоянном тонусе. Тебя ничто не отвлекает. Здесь нет никакой шкалы прогрессии, прокачки, никакого гринда. Здесь нет ничего, кроме истории и геймплея, который, справедливости ради, очень сильно устарел для 20-го года. Ужасная рукопашка, посредственная стрельба, тупейший искусственный интеллект, но это все не важно. Я благодаря мафии понял, насколько игры перестали быть тем, чем они должны быть. Они не пытаются тебя заинтересовать, они пытаются тебя завлечь. Завлекать и заинтересовывать — это разные вещи. Игры стараются, чтобы ты больше потратил времени в них, играя, а не больше удовольствия от них получая. Для того, чтобы каждую минуту монетизировать. Ну вот сейчас выйдет Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla. Я уверен, что концептуально это будут неплохие игры, ну как минимум неплохими. Но их разбавят длиннющими сайт-квестами, вышками, заданиями и так далее. В итоге это выйдет 150 часов и толку. Эта мафия проходится неспешно за часов, наверное, 15. Но какое концентрированное впечатление она дает, это фантастика. Вообще, обычно обзорщики рассказывают про механики игры, графику. Давайте я расскажу про свои впечатления, конкретно вот свое. Мне так по кайфу это было. Я приходил домой с такой маленькой радостью, что меня ждет мафия. Непрерывное, разнообразное повествование. Каждая глава — это небольшое увлекательное приключение. Отведи дочку компаньона, разберись со шпаной, выбей долги с должников. Плюс интриги в каких-то миссиях происходят. Ага, вот оно как. Да ладно, это реально могло так быть, серьезно. Предательство, неожиданные какие-то сюжетные повороты. Немало такой весьма качественной голливудщины, то есть экшон, там, бом-бом и так далее. Готов это простить. Кривую стрельбу уж, непонятно куда летят пули. Примитивные прилипания, такой себе стелс. Все это прощается, ну, благодаря антуражу, который они воссоздали. Антуражу 30-х с аунтичным... Ну, не воссоздали, они ремейк сделали. Эти аутентичные женские наряды, автомобили, индустриальная система. Мне очень симпатичная эпоха, вот это, понимаете? Более того, вся игра пронизана итальянской эстетикой, романтикой, итальянские диалоги. В миссии, где они просто говорят на итальянском. Ты ничего практически не понимаешь, но тебе это нравится, особенно в миссии со взломщиком. Итальянские традиции, это просто красиво, как они сидят в этих ресторанах. Это миссия, где Дон приходит в ресторан к своему товарищу, он его встречает, как я не знаю, как родственника. Это так и есть, это так и есть. Вот у меня видосы из Италии, это пиццерия в городе маленьком, таком Саронно. Заходит постоянный посетитель, которого уже любят как своего. Они с ним громко общаются на все заведение, встречают его. Это сложно объяснить, но вот эта итальянская романтика, она потрясающая. И игра это передает, гостеприимство, эти жесты. Притом они еще в диалогах иногда вставляют итальянские реплики, там, Nota Bene. Ну, вот типа того. Еще раз говорю, это красиво. Что еще мне не понравилось? Ну, конечно, совершенно весь геймплей мне не понравился. Это старая игра, сделали ремейк, более-менее, в принципе, играть можно, но по современным стандартам это никак этому не соответствует. Размер открытого мира, его разнообразность, плотность трафика, искусственный интеллект, все вообще, что с этим связано. Это не современная игра, хотелось бы, конечно, большего. Следующая претензия, я не знаю, как в оригинале, возможно, с этим было лучше, но эта мафия пытается быть... Да, я понимаю, что сейчас я за это хвалил, но да, и за это немножечко минус. Она пытается быть бесконечным аттракционом, когда ты просто не успеваешь отдохнуть. Да, это прямо противоречит тому, что я говорил в начале, что это круто, что беспрерывно миссии не совсем. Было бы неплохо, если бы они добавили несколько простых миссий, каких-то лайтовых, несложных, ни на что не влияющих, просто с диалогами. Хочется немножечко капельку размеренности, медитативности в каких-то местах. Например, я был бы рад, если бы лучше раскрыли любовную историю с Сарой, потому что он постоянно говорит про дочку, про жену, но жены практически нет в игре. Дочки вообще, ну, есть, но вы понимаете, что вообще, считайте, нет. Конечно, хотелось бы, чтобы лучше рассказали эту эпоху не только аудиовизуалам, но еще и сценарно, чтобы было больше журналов, чтобы было лучше каких-то пасхалочек. Понимаете, меня очень впечатлила эта газета, где писалась про аннексию Судетской области. Это было сильно. Вот такого хотелось бы побольше. Были плакаты, я чуть не успел заскриншотить, с такими социалистическими лозунгами. Эти настроения тогда были особенно сильны. Вот этого бы побольше, а так все. В целом, я получил гигантское впечатление. Я очень вам рекомендую в нее поиграть. Это приятное, классное, немонотонное, интенсивное, концентрированное приключение. Вот как я могу описать эту игру. Мне очень жаль, что она закончилась. Закончилась она очень красива. Мы все понимаем, как она закончилась, потому что эти мемы стали слишком популярны. Но даже несмотря на то, что я знал концовку игры с самого начала, потому что мемы, все равно я получил от нее удовольствие. удовольствие, она была сильна. Вот этот финальный посыл, фраза, то что семья это навсегда. Аж мурашки пошли по коже. Посему я был в состоянии оценить игру обособленно от всего. Я не был ангажирован своими собственными впечатлениями, ожиданиями. Именно поэтому мне все понравилось. Я готов просить игре устаревшую графику, устаревший геймплей. Мне достаточно сегодня игр с хорошим геймплеем, с хорошей графикой. Вот истории, историй хороших недостаточно. В Мафии 1 замечательная история. Я понимаю, что они многое вырезали, персонажи переписали, но харизма, Поли, Сэма, Томми, их химия, шутки, какие-то пацанские понятия, это перекрывает все недостатки этой игры. Ангар 13 много недостатков понаделали, вы понимаете? Поэтому для меня это 9 из 10.